Здравствуйте, дорогие друзья! Передо мной разгнутое Священное Писание, и оно разогнуто на послании к кремлянам на 8 главе. Здесь Павел пишет о помыслах плотских, о том, что в человеке ум может быть землёй. То есть ум не парит, он без крыл. Если он птица, то он курица. Крылья есть, но летать он не может. Плотские помыслы в человеке – это плотской образ мышления. Это помыслы, вечно воюющие с Богом. Вот как пишет Павел, а потом мы пытаемся это немножко разобрать. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Значит, смотрите, мы обычно борящимися с Богом людьми понимаем каких-то таких ярых богоборцев, таких активных антихристов. Но всё это вырастает из мыслей. То есть наши мысли – служат Богу или не служат, и плотские помыслы – суть смерть, и закон Божьему не покоряются, да и не могут. Нет ни одной тайной веры, которая бы не оспорил кичливый мирской ум. Догмат Троицы, девство Богоматери, воскресение Христа, творение Богом мира из ничего, управление этим чудным гармоничным космосом вот этой Божьей десницей творческой, будущее восстановления твари, воскрешение мёртвых, загробное бытие души – всё подвергается сомнению. Этот маленький, пескливый комарик человеческого рационального ума пищит на Бога, как бы не имеет ни стыда, ни совести. Это плотские помыслы составляют этого внутреннего земляного человека, который не имеет в себе ни огня, ни света. Он тяжёлый, грузный и материальный. И это и есть вражда против Бога. Такой плотской ум подвергает в Библии сомнению всякое чудо Господне. И переход евреев через Черное море, расхождением морских вод всюду и всюду, и переход через Иордан, и питание манной, и чудеса Христовы, и прочее, прочее. Люди могут быть гениальными, образованными, граф Лев Толстой. Но умнейшего человека мы берём в пример и совершенно осатаневшего человека к концу жизни, потому что он все чудеса Божии подверг сомнению, потому что, наверное, уразумел себя как второго мессию, что-то такое о себе ложное подумал, и подверг такой бессовестной и абсолютно приземлённой критике, такой плоской, такой глупейшей критике святую книгу. Это, собственно, то, о чём пишет Павел, что помышления плотские, закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только дух Божий живёт вас. Кто духа Божия не имеет, говорит Павел, тот и не его. И эту мысль мы переворачиваем. Это было у нас к Кримлянам, восьмая глава. Кстати, одна из самых сладких глав у Павла в послании к Кримлянам. Вообще, послание к Кримлянам – это интегральное послание, оно наиболее полное выражает учение Павлова о благодати, обо всём. Восьмая глава в нём самая сладкая, мне кажется, она о Духе Святом. А вот что он пишет к Кримлянам. «Мы приняли от Бога не дух мира сего, но дух Божий, чтобы знать, дарова нам от Бога». Да. Душевный человек, та же самая идея, не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всём надо насудить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Душевный, слышите, человек, та же самая мысль, как Каринфина выражается, не может понимать духовных вещей. То есть в нём живёт какой-то, значит, такой рационалистический разум, который всё проверяет линейкой и циркулем. И вот он, как Архимед, значит, над задачей квадратуры круга при помощи циркуля и линейки, бьётся весь свой век, как бы, значит, у него ничего не получается, потому что мир иррационален. Потому что в мире всё направо и налево от нас и сзади, и спереди, и всюду уходит в бесконечность. Потому что мир не замкнут в себе, потому что это любимое дитя Господне. И он управляет им, и оно всё на него указывает. Но рационалист не понимает этого и кичится критиковать то, что не понимает. Это ещё Павел очень мягко говорит. Он просто говорит, что не понимают. Говорит, духовный человек, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это безумием. Да, нас считают идиотами. Нас считают дураками. Да, вы верите в это, верите в это. Да, мы верим в это. Это открыто нам, мы в это верим. Как Филарету Дроздову говорили, вы что, действительно верите, что кит проглотил человека? Иону. Что он три дня был в очреве китове? Да, верите? Он говорит, если бы там было написано, что человек проглотил кита, я бы и в это верил, потому что нет лжи в этой книге. Но душевный человек этого не принимает. А как апостол Иуда, не искариотский, конечно же, один из святых писателей, пишет, что... Он гораздо жёстче пишет. Он говорит, что они то, что знают, как бессловесные животные, этим сквернят себя. А то, что не знают, то, что выше их, это злословят. То есть злословят высших, а скверняют себя тем, что знают, как простые животные. И в растлении своём истребятся. Здесь такого нет. У Павла это всё гораздо мягче. Но вы имеете в виду, что вот эта вот восьмая глава к римлянам и вторая глава к коринфянам первого послания, она так вот, как бы сказать, нам подчёркивает ограниченность нашего разума. И если на тебя не дохнёт дыхание из другого мира, ты вообще ничего не поймёшь. Не здесь, не здесь, не здесь, не в окружающем мире. Так и будешь, как слепой ходить, пока смерти не покосит. Такой... Раз и вместе с прочими колосками как бы ляжешь и поднимешься уже только потом, когда поздно будет исправляться. Так что принимайте Божьего, ищите Духа Божьего. Царю Небесный, приди и всели севны, и очисти на всякие скверны. То есть нужна молитва, покаяние, нужно писание, изучение его. И нужно покорить свой разум великому Божьему уму. И в смирении найти сладость. Над страницами Писания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова